Привет, дорогие друзья! Ну что, проблемы в Израиле породили проблемы в Киеве. Проблемы эти связаны с возможным прекращением финансирования, даже не так, не прекращение, потому что оно не прекратится однозначно с проблемами с финансированием, вот так вот скажем. И, несмотря на то, что в Еврокомиссии заявили, что, мол, типа перефокусироваться они не будут, эскалация на Ближнем Востоке не станет поводом для сокращения помощи Украины, никто и ни при каких условиях не повлияет на поддержку Киева, это спикер Еврокомиссии. Мы будем с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против России. Внимание ЕС перефокусировано не будет. После этого достаточно самоуверенного заявления, самоуверенного почему? Евросоюз это не курица, которая несет алмазные яйца, причем каждую секунду. Поэтому, ну, у меня, допустим, возникают вопросы, как у налогоплательщика Евросоюза, откуда будут брать деньги. И тем, и тем, и тем, да? Но вот, сразу же поступило заявление о, все-таки, перефокусировании. Ибо, сказали, масштабы террора и жестокости против Израиля и его народа являются переломным моментом. Короче, приостанавливается помощь на 691 миллион. Подстрекательство к ненависти, насилию и прославлению террора отравило сознание слишком большого количества людей. Решили приостановить все проекты. Все проекты. Но потом опять передумали. Почему передумали? Могут говорить все, что угодно, но это чистая политика. Почему? Потому что Хамас в таком случае, они прекрасно понимают, что часть этих денег получает Хамас. Вдумайтесь теперь, да? Вы понимаете, да? Например, Евросоюз отправляет деньги, которые в бюджет Евросоюза отправляют налогоплательщики. Эти деньги частично, скажем так, мягко, попадают в руки Хамас. Хамас, не получая эти деньги, будет искать источники в других местах. Ввиду того, что призывы к ненависти и насилию звучат с обеих сторон, еще и со зрительской галерки. Короче, Хамас будет искать другие источники финансирования и будет рассказывать о том, что Запад настроен против Палестины. В Палестине две группировки. Хамас и Фатх. Но Фатх, они уже старенькие. Ну все. И они, конечно, менее радикальные, намного менее радикальные, а более такие политические. А Хамас, вы видите, что делает Хамас, что творит там. Мы показывали эти кадры ужасающие. Я регулярно их публикую в частном канале. Мне говорят, зачем ты это публикуешь? Да надо, смотрите. Смотрите, что они творят. Вот. И вот Хамас может больше понравиться палестинскому населению. Уже, давайте говорить прямо, больше нравится. Потому что своими действиями они поставили на уши не только Израиль, но и весь мир. А это типа, о, класс, они люди действия. В Еврокомиссии, короче, поняли, что погорячились и решили уточнять. Гуманитарная помощь Палестине приостановлена не будет, как и уже действующие выплаты. Поэтому это не может происходить. Мы туда поможем, мы туда поможем, мы еще вон туда поможем. Средства для Украины будут сокращаться. А это на фоне других новостей совсем не радужных. Глава миссии МВФ предупредил, что международная поддержка Украины постепенно будет уменьшаться. А потому правительство должно сосредоточиться на поиске собственных внутренних ресурсов для самофинансирования. Это что значит? Это значит, что наконец-то нужно будет научиться власти Украине собирать дань самих украинцев. Это и налоговое отчисление, и таможенное. С учетом того, сколько работоспособных украинцев выехало за рубеж, с учетом того, что война в стране, и с учетом психостроения, с учетом того, что таможня нихрена не платят, то есть офис президента просто сидит на контрабасе, это будет затруднительно. МВФ напоминает, основной сценарий фонда предполагал завершение войны к середине 2024 года. Кто именно сказал МВФ, что война закончится к середине 2024 года, уж не украинская ли власть, рассказала это. Но они готовились к одному, а сейчас они видят, что конфликт будет продолжительным, если Украина не пойдет на территориальные уступки. Территориальные уступки никто не хочет принимать, и народ Украины не должен принять территориальные уступки. Несмотря даже на то, как там будет лавировать, конечно же, Зеленский. В общем, что делать? В США также явно не рассчитывали на такое. Говорили открыто, что военная поддержка США, особенно в случае, если операция пойдет не очень гладко, иссякнет к концу лета. Другая новость заключается в том, что украинская власть добивается от кредиторов реструктуризации долгов на 20 миллиардов долларов. Причем 20 миллиардов, это не очень много от того, что получила Украина. Об этом сообщает Reuters. Согласно Reuters, в рамках реструктуризации Украина хочет выпустить дополнительные облигации, но неизвестно, привлечет ли она по этим облигациям средства. Инвесторы желают лучших условий, а лучшие условия Украина предоставить не может этим инвесторам. Кто будет вкладываться в это? Глава европейской дипломатии Боррель на днях признался, что проблемы с принятием бюджета в США усилили неопределенность по поводу того, как будет обстоять дело с помощью Украине. Теперь же стало еще сложнее, потому что необходимо поддерживать Израиль. Объективно, необходимо поддерживать Израиль в этой войне. Это тот самый Боррель, кстати, который говорил о том, что Украину необходимо принять в ЕС уже вот буквально сейчас. Как? Вот с этим всем. Как? Зачем они это говорят вообще? Я нихрена не понимаю. Зачем они просто это говорят? В Израиль уже летают самолеты ВВС США, несмотря на обстрелы аэропорта Бен-Гурион. И поэтому разгорается новый спор. А что теперь с Украиной? Только-только накануне, короче, эскалации в Израиле, The Telegraph сообщили о том, что Байден, мол, будет запрашивать у Конгресса огромный пакет на 100 миллиардов долларов, который должно хватить до 2025 года для Украины. Такой сценарий казался невероятным, потому что не так давно они провалили гораздо меньший пакет, в 24 миллиарда. Ну что, типа это невероятно. Они решили выкрутиться как? Они включат в один пакет помощь и Украине, и Израилю. И говорят о том, что ситуация на самом деле может, ну, что может получиться эта схема, и могут выделить где-то 70 миллиардов. Полагают, что ультраправые конгрессмены не смогут заблокировать такой законопроект, даже если они против поддержки Украины, но кто решится выступить против поддержки Израиля? Джон Кирби заявляет, что экономической жизнеспособности США хватит на помощь обеим странам. Ну, я не знаю, может быть и получится, но хитрость республиканцы не оценили. Они говорят, что можно разделить эти пакеты, не надо примешивать Украину к этому вопросу. Некоторые сенаторы уже предлагают у Украины отобрать финансирование и передать его Израилю. Конечно же, это не может не беспокоить власти Украины. Суть в том, что израильские даже власти заявляют о том, что война будет затяжной. Ну, там, конфликт будет затяжной, но по сути они говорят о война, и война будет затяжной. Необходима будет наземная операция, скорее всего. То есть, по всему видно, что да, сносят сектор газа. Сносят полностью, мы это видим. Падают такие бомбы, там понятно, что они падают, ну, скажем так, короче, но не всегда по домам, где сидит Хамас, и вообще, чему ему там сидеть. Понятно, что происходит. Они выдавливают, выдавливают оттуда население. Население, несмотря на то, что израильские власти говорят, не, мы им не говорили идти в Египет, движется в Египет население, мирное население идет в Египет. Из Египта мирное население двинет куда? В Европу. Это добавит еще то, что я и говорил. То есть, когда мы предвидели, что они попрут в Египет, а оттуда уже будут уходить, понятно, куда, где режим наибольшего благоденствия, так оно и происходит сейчас. Уже колонны движутся туда. При этом нужна сухопутная операция, для этого нужны колоссальные средства. Понятно, что все лобби, опять-таки, еврейские, это нормально, будут продавливать выделение этих средств. И где здесь Киев? В перефокусировании уже произошло. Сейчас на фронте, вот я записываю этот ролик, а на фронте происходят очень неприятные вещи, к примеру, там с Авдеевкой. И фокуса на них нет. Я внимательно слежу за прессой. Нет, конечно же, на всех первых полосах Израиль и так будет еще долго. Потому что, опять-таки, моя уверенность заключается в том, что быстро это все не закончится. Не для того начиналось, чтобы закончилось быстро. Хезбалла делает недвусмысленные заявления, Иаталла тоже делает недвусмысленные заявления. Все, мы вместе и так далее. Они, ну, вряд ли упустят такую возможность, уже создав такое движение. Ввиду того, что сухопутную операцию хотят завершить как можно быстрее, то потоки оружия нужны тоже быстрее. То есть, едва справляющаяся с производством вооружения военная промышленность вынуждена будет работать еще больше. И, конечно, Боливар не вытянет двоих. Несмотря на все эти заявления о том, что там, да ничего, не упадет поддержка и так далее, я лично не верю в то, что поддержка не будет снижена. И я лично не верю в то, что Израиль сейчас оставят с проблемами в угоду Украине. Ну, вряд ли такое будет. Поэтому наступают очень неприятные времена. Это объективная реальность. Пока.